Привет, друзья! Сегодня у нас сложная задача — подобрать лучшие 4К-телевизоры на бюджет до 50 тысяч рублей. Если досмотрите видео до конца, узнаете универсальный секрет, как купить хороший телевизор недорого. Ведь даже за 50 тысяч можно получить почти домашний кинотеатр или недосмарт-ТВ, который будет тормозить на каждой команде и бесить вместо того, чтобы радовать. Но мы смогли подобрать пятерку отличных моделей, у которых не только 4К-изображение, но и отличный звук, скорость и разные интересные фишки. В этот раз мы даже не составляли рейтинг с распределением мест, потому что все подобранные телевизоры одинаково классные по соотношению цены и качества. Интересно? Готовы? Ну что, вы на канале MyGadget и мы начинаем! Начинает наш обзор телевизор Harper 55Q850TS 2021 QLED HDR за 42 119 рублей. Модель с тонким корпусом и мощным процессором. Это смарт-ТВ диагональю 55 дюймов или 139 сантиметров. Разрешение 4К обеспечивает максимальную детализацию, а благодаря углам обзора до 178 градусов вы видите четкую картинку из любого угла комнаты. Мощный четырехъядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и хранилище на 16 гигабайт. Есть все для стабильной работы, запуска мощных приложений и требовательных игр. Впечатляющие возможности дисплея и процессора дополняются технологией объемного звучания. Два динамика общей мощностью 20 Вт обеспечивают громкий качественный звук. Конечно, не стоит ждать ощущений, как в кинотеатре при просмотре боевиков. Но на эфир и большинство телешоу возможности звука достаточно. В качестве платформы Smart TV производитель использовал собственную прошивку на базе Android 9.0. Выглядит немного непривычно, но довольно удобно. На главном экране собраны часто используемые ярлыки, в том числе тематические типа видео, музыка и спорт. Умный алгоритм анализирует историю просмотров, поэтому со временем будет выдавать рекомендации по контенту. Имеется также собственный магазин приложений, который адаптирован для российского рынка. Это значит, что кроме YouTube, Spotify или Netflix, вы без проблем установите Кинопоиск HD, Мегагоу и другие отечественные сервисы. Если не нашли нужное приложение в магазине, всегда можно установить ARK-файл вручную. С установкой проблем не будет. Телевизор можно повесить на стену, предварительно установив подходящий кронштейн. Если хотите поставить телевизор на тумбу, легко. Для этого в комплекте есть металлические подставки и винты для их крепления. Но нужно учитывать, что они прилично выходят за рамки самого устройства. С учетом габаритов, телевизор поместится не на каждой тумбе. Стоит сделать предварительные замеры перед покупкой. Общий стильный дизайн модели портит разве что пульт с устаревшим дизайном. Он заметно выбивается из общей картины. Но при этом большое количество кнопок компенсируется их удобной группировкой. Почти все функциональные клавиши находятся в пределах досягаемости большого пальца. Плюсы. Стильный современный дизайн. Максимально тонкий корпус, отсутствие рамок. Яркое детализированное 4К изображение. Удобный интерфейс. Быстрая работа без подвисаний. Громкий объемный звук. Минусы. Пульт с устаревшим дизайном. Крепление, которое сильно увеличивает площадь, которая нужна для установки ТВ. Наш обзор продолжает телевизор Xiaomi Mi TV 4S50T2LEDHDR Global за 41 990 рублей. Более компактная, но не менее крутая модель от популярного китайского производителя. Устройство практически готово к работе сразу же после включения. Просто подключите антенну в гнездо AV и следуйте подсказкам системы. Через пару минут 20 цифровых каналов доступны для просмотра. Есть и функция Smart TV. Можно подсоединить кабель к порту интернет или же активировать Wi-Fi. Внутри мощный 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ накопительной. Экран диагональю 50 дюймов или 125 см впечатляет качеством картинки. Максимальная яркость и контрастность. 4К формат обеспечивает отличную цветопередачу. А углы в 178 градусов одинаково высокое качество, независимо от того, из какой части комнаты смотрите на экран. Благодаря двум колонкам мощностью по 10 Вт вы получите отличное объемное звучание. Пользователи отмечают очень быстрый отклик на команды, практически мгновенно после нажатия на кнопку. Кстати, пульт здесь уже отлично сочетается с современным дизайном телевизора. 8 основных кнопок на компактном пластиковом корпусе. Поддерживается голосовое управление. В верхней части пульта есть отверстие для микрофона, а в качестве голосового помощника выступает не Алиса или Маруся, а Google Assistant. Кстати, работает пульт через Bluetooth, поэтому вам не придется постоянно направлять его на экран. По установке здесь тоже все очень просто. Можно повесить телевизор на стену с помощью кронштейнов, либо поставить на любую ровную поверхность, используя подставки в комплекте. У Xiaomi они стандартного размера в отличие от предыдущей модели, поэтому сложностей с подбором места не будет. Безрамочный тонкий экран эффектно смотрится в любом интерьере. Из дополнительной функции – защита от детей, благодаря которой можно не переживать, что телевизор случайно включат. Плюсы. Стильный безрамочный экран. Четкая картинка. Современный пульт с Bluetooth-управлением. Поддержка голосового управления. Удобная установка и защита от детей. Минусы. Если подключить телевизору мышку, пропадет голосовое управление. Следующая модель нашего рейтинга – Samsung UE50TU702U 2020 LED HDR за 48999 рублей. Телевизор с яркими и сочными тонами. Тонкий дисплей оснащен мощным процессором Crystal 4K, который обеспечивает максимальное качество цветопередачи. Интеллектуальная технология подсветки UHD – Dimmin делит экран на мини-блоки, за счет чего вы получаете более точную передачу деталей. Отметим, что максимум четкости сохраняется даже в самых темных сценах. Диагональ экрана 50 дюймов или 125 сантиметров. Угол обзора 178 градусов. Качество картинки не меняется из любой части комнаты. Как и все модели нашей подборки, это Smart TV. Значит, можно смотреть любой контент из интернета онлайн или скачав на устройство. Телевизор работает на платформе Tizen с понятным интерфейсом и отличным быстродействием. В комплекте есть стандартный пульт, но все управление можно осуществлять через смартфон. Для этого нужно просто скачать мобильное приложение SmartThings App. У телевизора есть режим удаленного доступа, в котором вы можете отобразить содержимое экрана своего ПК на телевизоре. Благодаря этому можно работать с документами и приложениями Microsoft, сидя на удобном диване. Еще есть игровой режим с максимально плавной передачей картинки, без размытия и дрожания. Отдельного внимания заслуживает качество звука. Мощность здесь такая же, как у предыдущих моделей, 20 Вт у двух динамиков. Но есть автоматическое выравнивание звука, за счет чего он звучит одинаково хорошо во всей комнате. Другие дополнительные функции это датчик освещенности и защита от детей. Установка телевизора стандартная. Крепление на стене или расположение на любой горизонтальной поверхности. Плюсы. Мощные процессы Crystal 4K. Автоматическое выравнивание звука. Отдельный игровой режим. Удаленный доступ. Интеллектуальная технология подсветки. Защита от детей. Минусы. Долгая настройка при первом включении. Переходим к следующему телевизору из нашей подборки. И это Philips 50PUS7406602021HDR за 42 279 рублей. Стильная модель с интеллектуальным управлением и ярким изображением. Диагональ модели 50 дюймов или 125 сантиметров, как у Samsung и Xiaomi. Передача картинки здесь не просто яркая и насыщенная. Телевизор совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Благодаря этому обеспечивается максимальная реалистичность цветов и отличная контрастность. То же самое можно сказать про звук. Он объемный и качественный. Настолько, что создает эффект присутствия. Предусмотрено автоматическое выравнивание громкости. Поэтому все сцены звучат реалистично и комфортно. Модель проста в настройке управления. Работает на базе Android TV, поэтому вы получаете простой и привычный интерфейс. На основе просмотренного контента устройство создает списки рекомендаций, поэтому вам всегда будет что посмотреть. Удобно, что телевизор фиксирует, на каком месте фильма или ролика вы остановились и продолжает воспроизведение с этого момента. Есть геймерский режим. Можно играть в самые производительные игры без задержек и с отличной графикой. Управление осуществляется с инфокрасного пульта. Есть выделенные кнопки для отдельных приложений и удобный джойстик в центре. Установка стандартная. На стене или на тумбе. Плюсы. Хорошее соотношение цены и качества. Реалистичный звук. Яркая детализированная картинка. Удобный пульт с выделенными кнопками. Автоматическое выравнивание громкости. Минусы. Нет голосового управления. И завершает нашу подборку модель телевизора HD43 Nano 776 PA 2021 NanoCell HDR за 46 368 рублей, которую мы, пожалуй, назовем лучшей в своем ценовом сегменте. Такая высокая оценка обеспечивается не только отличными техническими характеристиками, но и классным внешним видом. Модель действительно выглядит эффектно. Практически полное отсутствие рамок создает новый уровень погружения. Картинка выглядит максимально реалистичной. Да и в целом телевизор довольно компактный, но максимально эффективный. Начнем с картинки. Здесь не только 4K формат, но и уникальная технология NanoCell. Инновация от компании LG. Которая обеспечивает изображение, соответствующее международным стандартам. Максимально четкое и детализированное. Если более подробно, то цветопередача фильтруется. Удаляются некорректные оттенки, которые возникают в RGB сигнале. И остаются чистые и точные цвета. В результате вы получаете более насыщенное и реалистичное изображение. Что касается звучания, здесь тоже все отлично. Две колонки дают суммарную мощность 20 Вт. Кажется, что это стандартный показатель, но есть и дополнительные функции. Технология Dolby Digital. Автоматическое выравнивание и объемное звучание. Все это создает максимальную реалистичность и качество звука. Функция Smart TV осуществляется на базе операционной системы VBOSS. Вы можете просматривать соцсети, включать фильмы и искать информацию в интернете. В комплекте есть пульт Magic Remote, но управление может осуществляться через смартфон. Телевизор работает в системе «Умный дом». Может интегрироваться в экосистемы Apple HomeKit, LG Smart FinQ, «Умный дом» Яндекса. Есть голосовое управление через Amazon Alexa или Google Assistant. Есть геймерский режим. Графика и производительность на отличном уровне. Оптимизатор игры автоматически корректирует настройки изображения и графики, обеспечивая лучший игровой процесс независимо от того, во что вы играете. Плюсы. Максимально яркая и детализированная картинка. Реалистичное изображение. Автоматическое выравнивание звука. Поддержка технологий Dolby Digital. Возможность интеграции в систему «Умного дома». Поддержка голосового управления. Оптимизатор игры для лучшей графики. Минусы. Глянцевый экран, из-за чего видно отражение. Неудобно, по мнению пользователей. Так выглядит наша подборка лучших телевизоров не дороже 50 тысяч рублей. Какая модель понравилась больше именно вам? Напишите в комментариях. А что по универсальному совету, который мы обещали в самом начале, то он очень простой. Смотрите на производителя. Не рискуйте покупкой ноунейм брендов, а делайте выбор в пользу известных компаний. Так вы не только можете быть уверены в качестве, но и сможете рассчитывать на качественный сервис и гарантийный ремонт. А что будет с моделями от неизвестных брендов? Неизвестно. И рисковать вряд ли стоит. До новых встреч, друзья. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Это был канал MyGadget. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok